здравствуйте друзья у нас сегодня в рубрике интервью с блогером очередной блогер но представляйтесь меня зовут андрей андрей васильев мы два года назад по грин карте женой с тремя детьми приехали в лос-анджелес и живем здесь я профессиональный актер она журналистка дети дети вот в москве в россии я работал в театре роман гитюка гитис окончил но это все позади сейчас здесь основал театральную студию актерского мастерства станиславский студию скромно назвал для кого и для американцев и и и пойду на мфа программу учиться в университет мастров а чему учиться так там то и дело с одной стороны понятно что самое большое разочарование в америке это как раз образование актеров потому что я рассчитывал что-то что-то новое получить но ничего не получается но без образования американской все равно сколько смотрим иммигранты которые получили здесь образование они все-таки твердо стоят на ногах и уверенно как-то в запасе мне все это вы говорите об актерской профессии они в какой профессии на ногах но по большому счету я знаю знакомых обо все во всех так они чем занимаются смотря кто кто знакомы вот те люди которые получив американское образование смогли куда-то там двинуться в какой форме регулируется полностью в американскую среду и вообще не забывают что называется как-то свою причастность как ну хорошо в каком возрасте эти люди находятся но это до 30 лет то есть хорошо а как же они идут учиться они я извиняюсь кушают на какие денежки платят за обучение как вот родители помогать вот допустим у меня будет мфа полная scholarship будет еще и стипендии 500 долларов я буду 40 студентам преподавать на английском языке актерское мастерство которое не непрофессиональные актеры но и так в итоге вы закончили там курс сколько вам будет лет к этому моменту но будет 35 будет 30 я могу пойти преподавать в университет просто получалось что когда я уезжал из москвы я такой прикинул думаю ну ладно так и быть если я в гитисе преподавал в университете то приеду в америку но так и быть в колледже буду преподавать по нашим меркам как пту но купить это такая иллюзия огромная что здесь своя мафия там речки некоторые там до 70 лет до 80 пока вперед ногами не вынес вот и получается что нереально без образования американского хотя я так был в шоке что гитис диплом гитиса не приняли здесь они написали vocational school не университетское образование хорошими 2 но при этом они сами мф и получают буквально за четыре года актерская профессия ну так могли бы и за два получить мастер это же не бакалавр мастера можно и за год и за два люди получают а вот за два я получу просто за пошла скалавра за два года получает актерское образование может какой-то специальный мы не знаем то есть это инженером вы не станете ни за 2 не за три там экономистом тоже но какие-то свои фишки то есть вы хотите оставаться в профессии и выходите в этой профессии быть педагогом но в любом случае это как один из способов оставаться профессии просто актерская кость я кастинге это все без английского языка я буду только таких хотя мне говорят всегда будет у меня акцент но все равно для английского языка только у таких знаете карикатурных русских играть но вы можете сделать себе немножко это и будете как крамеров с акцентом там и но если только если только но нет я собираюсь с американцами конкурировать ну хорошо я очень спасибо вам хочу сказать аж голос обычно по видеоблогам а так живьем я как профессиональный актер могу сказать что голос у вас очень поставленные такие интересные у вас тона и знаете что я это напоминает мещанина во дворянстве когда господин журден учителя взял который ему ставил произношение и он ему говорит вот чтобы сказать там по моему звук был арк надо язык туда это сюда к небу поджал там и он мучился мучился пока я просто сказал как он всегда готовит надо жигать всю жизнь жил не стал как сказать а значит а я оказывается я там и вообще да но что тут сказать я это для фану пойти бы как если я этим зарабатывал на жизнь я может быть был бы несчастный человек я не знаю ну а вот с точки зрения заработков вот допустим сбылось то есть вы отучились пошли в университет или куда-то там в приличное место которое ну как бы то университета до 5000 долларов в месяц не такие уж большие но в любом случае у них какие-то тенур треки есть там допустим контракт на семь лет потом все какие-то пакеты на всю семью моем случае это немаловажно принципе кто-то говорит что на актерстве не заработать но вот мужчина который снимался он говорит до сих пор чеки по 7 чеков по 700 долларов в месяц приход я пытаюсь вспомнить кто это был подождите кто-то из наших соотечественников который снимался в голливуде и он я не помню кто это был он говорит что гораздо лучше сыграть маленькую роль в фильме который часто повторяется чем сыграть большую фильме который прошел и все потому что каждый раз когда повторяется он свои эти royalties получает небольшие чеки копают либо кузнецов либо кто-то еще я не помню я был удивлен честно удивлен что столько много выпускников в профессиональных училищ театральных и чук и питерский рост когда ехал я думал тут выжженное поле когда на кастинге ходил первое время смотрю какие-то непрофессиональные русские актеры а потом чего-то оказывается очень очень широкий спектр представлен наших людей ну да нет если вы еще в лос-анджелусе живете вы можете конечно ходить на такие маленькие кастинги там массовку там я знаю тут компания одна была у нас недалеко которая занималась тем что веб-сайт у них был и люди за тридцатку в месяц они платили тридцатку в месяц и им шли предложения на эти кастинг calls на массовку и я знаю ребят которые сан-франциско совершенно спокойно могут там на выходные поехать в лос-анджелес если хорошие продюсеры что-то снимает они снимаются едут есть ребята которые так поедут там за съемочный день 400 500 долларов получают и ну когда они уже более матерые и так далее но именно там где особо без речи потому что если с акцентом конечно же не тонну моих делах это скрин актер гильд актерской гильдию вступать не знаете чтобы уже как соревноваться с профессионалами просто сейчас получается действительно очень большой спектр ну на одну роль не за 100 долларов в день английский вы где учили английский я всю жизнь учил но только приехав сюда вот своей студии практикуя его уже как-то понял что такой английский язык и уже сейчас все понимаю и уже говорю и сейчас занялся еще исправлением акцент оказывается у нас своего или чужих своего нет я только если начните исправлять чужие акценты и свой изменится не знал про мотором технический у нас язык как-то он плавает а там все как гитара аккорд дожат джин а пор пущен джин зажат а вот у меня когда я пытался это все осваивать вот поначалу у меня челюсти болели а как и осваивали да я могу я могу говорить очень чистая мне просто приходится быстро говорить я когда разговариваю с людьми в классе я говорю быстро и когда мне поставили все я пошел я чувствую раза в три медленнее получается и все говорят ой ты смотри майкл так как я же слышу у меня у меня хороший слух я слышу других я я себя может быть хуже слышу но все равно но дальше начинается что медленно а если бы от этого зависело понимание я бы вынужден был а поскольку они меня и так все понимают и и американцы понимают и индусы понимают и русский по диагону что же я так уже как-то упустил по боку вроде говорят это как велосипед сначала медленно а потом я же работаю я же вышел в классе жить научишь не то что там пошел тренироваться я должна заплатить должен чтобы они меня слушать тот же наоборот все ну не знаю мне поскольку мне уже под 60 я думаю так доживу жизнь как начинается ну я в том смысле что на трудовые мои способности я не знаю когда только приехал но я сейчас скажу это было в девяносто я приехал в девяностом в конце в девяносто четвертом я был менеджером в айтишной компании довольно большой и там все американцы были там по один был не такой вот с акцентом со всеми делами я у них был менеджером я тогда говорил намного хуже чем сейчас это вообще не сопоставимо я тогда не мог писать так как сейчас я сейчас я я публикуюсь в англоязычной депрессии нормально я пишу и у меня таких нет проблем с этим никаких вот а тут значит я сейчас извиняюсь отключу и вот так интересно вы столько вообще нет нужды просто никакой иммиграционных судеб столько видели столько всех таких и всяких вариантов и попадания в страну и обратных возвращений наверняка вот я пытаюсь по себе понять вот то что я видео будет когда записываю говорю что вот как в америке хорошо жить и как это было не нестерпимо скажем каких-то отношениях в россии это больше я пытаюсь оправдать свое существование здесь или действительно как-то лучше или я уже сам запутался мне говорят это у тебя как видеоблог как ауто тренинг ты себе повторяешь что вам хорошо вот смотрите нам хорошо я говорю да может быть я вот тренинг мне действительно помогает и действительно и и потом я сижу в комнате записываю записываю какие-то комментарии там негативные допустим и потом я тут же выхожу и в бассейне с ребенком купаюсь он счастлив и получается уже этот диалог уже выходит за рамки давайте как мы в то время когда ехали не было интернета не было возможности узнать чего бы то ни было все было очень смутным и наше представление о соединенных штатах были ну вот как если помнить там старик хаттабычка там живут пляшивые люди тогда вот это вот и ну то есть чушь собачья сейчас как бы гораздо точнее у людей хотят все равно есть как бы ощущение зрительно есть когда там присутствуешь но поскольку мы сами не понимали куда мы едем и мы ехали конечно больше откуда чем куда вот но что произошло мы как бы америку для себя открывали были какие-то знаете мантры которые люди повторяли типа мы едем ради детей а чё родите ему 30 лет и вот ради детей ей вот я приехал мне 34 года было еще ради детей ну конечно но уж уж там самим то еще сколько всего поэтому ты что такое не повторяли были люди которые были уперты как бы в колбасные аспекты я не знаю вы помните те полки там эти магазины или нет вот но маски шоу но ну да но еще и мы еще в москве жили платит еще не так не так унизительно как там где-то мы не ездили в москву за продуктами просто выходили там на улицу и какие-то вещи ты чувств понимаешь так быть не должно но но ты не понимаешь как должно ты не понимаешь а как вообще бывает поэтому вот как вот допустим если ты родился на зоне и вдруг на волю куда-то собираешься у тебя какое-то представление о воле там пайка больше или там допустим я не знаю вместо того чтобы там быть сортирных мир там руками там тебе тряпку дадут ну что то такое я не знаю какие то есть представления а дальше ты попадаешь сюда и ты начинаешь по-другому понимать и мы по-настоящему поняли где мы и насколько это хорошо и так далее спустя может быть там ну какое-то время при всем при том что чисто внутренне вот как бы сказать по состоянию такому физическому душевному настроению у нас с первой секунды мы мы чувствовали себя лучше чем дом то есть это было сразу и это было очевидно но когда ты бедный когда у тебя не то что бедный но не востребованы и ты у тебя есть вот то с чем ты приехал и ты думаешь у меня во сколько а никто не видит вот эти метод диплом витиса а никто не видит где диплом вот я знаю что у меня диплом они не знают и вот найти себя и как бы сказать вот это вот я вот эту очень многие люди меняют профессию на ходу и я бы сказал что людям творческих профессий очень тяжело приходится потому что очень трудно состояться в творческой профессии очень трудно художнику зарабатывать на жизнь искусством очень трудно музыканту зарабатывать на жизнь реально искусством они скажем там те уж он там на свадьбу где-то сыграет или там ему за 25 баксов за 20 скажут там сыграйте за одессу сыграйте за львов там где-нибудь русском ресторане там и так далее поэтому ну а есть насколько то есть например киноактеров которые таки до стали киноактером я не говорю такого уровня как они были там я об этом вообще речь не идет народная любовь там признание тогда но просто ну вот просто вот чтобы он хорошо зарабатывал на жизнь насколько таки сколько их было и сколько их зарабатывал но с другой стороны я по себе узнаю да говорите что там был гидис все я там делал дискотеки на насколько на 300 детей помню сейчас я преподаю киношколу летнюю вырывая не здесь на 8 и вот такое соотношение приблизительно чувствуется и кто допустим от вова зельвова он оказывается был на руку украинской тусовки в эту субботу и потом я смотрю вова зельвова это какой-то рэпер украинский со львова да и он оказывается очень известным собирать типа дима билана собирает целый стадион и он здесь просто вот ходит среди людей раздает свои к открыточки чтобы пришли на концерт я понимаю что допустим с многими людьми очень крутого масштаба я бы просто не смог в москве познакомиться они просто не подпустили вот получается что я такой иногда думаю вот вы допустим если бы этот здесь так стали на ноги так интересную жизнь ведете вот если бы в москве вы получилось бы у вас тоже самое или многие люди говорят что я бы в москве там еще бы выше летал но собственно я когда уезжал из москвы меня был кооператив и как бы у нас понимаете там я знал очень много людей то есть я знал много народа из института я знал я два университета закончил я знал людей оттуда и отсюда я знал людей с одной работой с другой работой у меня был кооператив я очень хорошо зарабатывал потому что знал людей знал где как что и так далее меня угнетало что не переступая какую-то черту легитимности нельзя было ничего делать вот это меня раздражалось я так и не привык взятки давайте то есть я понимаю что деваться некуда я понимаю что их не обижу я их обижу если не дам эту взятку но но мне так когда у тебя доктор наук директор института член коллегии там министерство берет там 200 рублей понимаешь как гадость я я первый раз когда-то со мной произошло я две ночи спать не мог жена там отмена ванну мне делалось с хвоей там чем-то успокаивал вот поэтому и я не уверен что я бы пережил вот 90 потому что много людей с которым мы тогда начинали ну то есть я их знал не то что мы вместе что-то делали но я знал очень многие погибли причем абсолютно порядочные и совершенно не 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 бань не тоже не бандиты а я сказал даже деликатные люди и погибли вот тут и там и здесь я здесь уже находясь узнавал что этот этого убили того уберет мамору этого то за что но что же он такого сделать поэтому но дело же не в этом дело в том что понимаете как наверное я был бы вот частью этой системы я очень адаптивный и я как бы я жил бы я жил в сср и я я радовался тому что я живу в ссср мне конечно не нравилось что то вот это не нравилось это и это не даром но я не хотел уничтожить исср я хотел бы лучше бы сделать вот я думаю как сделать лучше проверю меня такого надо стереть чертой матери вот вот это все поэтому я бы наверно вполне комфортабельно себя чувствовал я бы привык адаптировался совершенно не задумываясь, давал бы взятки, брал бы взятки. Ходили бы на митинги в поддержку Путина, да? Может быть, я даже не знаю. Может быть, я бы искренне говорил бы сейчас, ходил, что альтернативы ему нет. Ну, а что вы хотите? В конце концов, да, но а что вот этот Жириновский лучше? Вы этого хотите? И перечисляли бы, что хорошего сделал, да? Ну, в принципе, я понимаю это. Наверное, я бы так... Ну, понимаете, ведь трудно жить в стране, ненавидя ее, и плюясь на все. Ну, в конце концов, можно так. Поэтому, наверное, я бы был вполне такой. Я конформист. Не хотели бы, как вот, знаете, как говорят, когда вот все праведники из города выйдут, вот тогда можно Содом и Гамору уничтожать? Не хотели бы всех, вот всех, ну, выезжайте, выезжайте, более как-то громоглазно кричать? А я на самом деле, вот, чувствую, когда вот меня там спрашивают, я говорю так, что, значит, меня там все время попрекают умники, что, мол, вот я уехал, и я вот это... Даже если я не предал, то я все равно даже не понимаю, о чем там речь. Вот. То есть, им хочется сделать вид, что то, что я... Как моя точка зрения связана с тем, что я вот не знаю того, что они знают. А то, что, допустим, там живут люди, которые точно так же думают, значит, это как-то они выпускают из внимания. Так вот, вот есть там... Где-то я читал опрос, там, не знаю, Левада-центр, что 9% россиян, им стыдно за то, что происходит. Вот я отношусь к этим 9% россиян, независимо от места проживания. Поэтому я, как бы, чувствую свою ответственность по отношению к этим 9% в том смысле, что если они хотят, вот, да, как-то сюда, например, то я не могу решать иммиграционных вопросов, но те, которые могу, я с удовольствием, то есть, как бы, я чувствую вот эту функцию моста свою вот в этом плане. То есть, мы получили когда-то палочку эстафетную, мы же не хотим ее уронить или там выкинуть в мусорный ящик. Мы палочку взяли, мы передать должны. Из экшемплера, да, или как? Не, ну, я не знаю, как... Много аналогии можно там. Меня часто с Моисеем сравнивают, что вот из Египта, как бы, вот, значит, из рабства нищеты, так вот, я, значит, там, землю обетованную, там, хороших доходов, но я, безусловно, чувствую себя в ответе за то, что там... Вот, микрофон немножко... Чувствую себя в ответе за то, что там есть люди, которые, как бы, ну, вот, наши, да, свои, то есть, мы своих не бросаем. Вот, я это так понимаю. А вот то, что там, кто в Нью-Йорке добился, тот добьется во всем, в любом другом городе мира. Почему именно сам Францис? Это не годится. Так не получается. Дело вот в чем. Есть, знаете, что... Есть тут такие цифры, называют, я не знаю, насколько они научные, но вот будем пользоваться этими. Они говорят так, что 84% людей, населения, в любой стране, это люди, которые, ну, как сказать, им надо конкретно руководить. Они, если ими не руководить очень конкретно, они ничего сделать не могут. Я как-то в Америке это особенно, как-то, честно понимаю, почему-то. Да, да. Это американские данные, кстати. Значит, еще 14% населения, им нужно некоторое руководство, некоторое направление, так сказать, присмотреть. И 2% населения, это лидеры. Им не надо ничего. Значит, эти 2% организуют 14%, 14%, то есть 1 к 7 пропорция. 14% организуют 84%, опять 1 к 7, мы так примерно получаем. И вот, соответственно, значит, мы имеем вот это вот общество. Значит, дальше получается такая история. Вы говорите, если он там, может он еще где-то, может не совсем так. Если из этих 2%, например, половины нету, а это немного народу, сколько там 2%? Ну, что такое в России 2%? 3 миллиона населения? Что такое 3 миллиона населения? Если вот в прошлом году 300 тысяч эмигрировало, официально уехало на ПМЖ, за год. Значит, если вот эти 3% убрать, то что мы получим? Мы получим общество, в котором эти 2% это криминал. Так, дальше криминал нанимает людей, так сказать, для криминальной деятельности, те организуют всех остальных. И получается такая штука, если ты законопослушен, то в Нью-Йорке ты можешь очень много успеть. А, допустим, в другом месте тебя либо убьют, либо ты не поднимешься, либо ты сопьешься, и в депресс-слухе буришь, и так далее. Это очень хорошо, если ты в Москве. А если ты не в Москве, а если ты в Урюпинске, ты можешь сказать, а ты поезжай в Москву. Ну, ну да. Ну, понимаете, начинается. Здесь вот ты в Урюпинске, вот там, в Сан-Франциско. И смотри, можно жить. Все равно можно сказать, что вот эти вот, говорите, 300 тысяч, это все-таки эти 2%, это как бы, что называется... Ну, нет, конечно, размыто, размыто, конечно. Но уезжает кто лучше все равно, думающий или как-то не боящийся. Я этого не вижу. Я этого не вижу здесь. Я вижу колоссальное количество людей, которые, ну, как сказать, вот, допустим, есть люди, религиозные эмигранты, вот здесь религиозная эмиграция, и их очень много. И это не то, что там ученые, или там они какие-то очень образованные. Скорее наоборот. Поэтому они, конечно, не из тех там 2% и не из тех 14% в основном. Но дело не в этом. Ну, ну, избавляются, эти избавляются от каких-то слоев общества. Вот сначала избавились там от духовенства, потом избавились там, да, значит, дворянства, избавились от евреев, избавились, уже не осталось никого. Значит, там потихонечку избавляются. Понимаете, избавляются от того, что очень много времени занимает произвести. Вот произвести человека, который лопатой копает, не нужно много времени. А такой, который, скажем, ядерной физикой занимается, нужно очень много. Еще не каждый подойдет для этого. Поэтому я был в Москве там лет, не помню, сколько, 12 назад. А я учился в физмат-школе, в хорошей. И, значит, там пошли мы в гости к пареньку одному, он на год старше учился, он академик, он там какой-то, в общем, большой человек. И он, когда до него дошло, что я в Америке, мы со школой знакомы, но когда до него дошло, что я из Америки, он ему трясти начало, потому что, значит, и мне объясняют, понимаешь, у него много аспирантов, и он очень такой плодовитый ученый, и у него аспиранты, вот защитился и уехал, защитился и уехал, защитился и уехал. Молодому ученому, молодому ученому, ему только уехать, потому что, вот он, понимаешь, и его от этого вот колотит, потому что он пытается школу построить, пытается создать что-то, и оно все тут же вот рассыпается. Поэтому, что ж тут скажешь? Нет, это понятно Я как раз вас карантую училку в детстве Когда профессор МГУ, женщина Она говорит, зарплата у меня 5000 рублей Все сокращают, как шагреневая кожа Все сжимается и сжимается А все другие говорят, что все хорошо Все нормально Поэтому С другой стороны, почему бы нам не начать говорить по-английски В России? Нет, с вами сейчас Так люди же слушают Нет, по большому счету получается А чего нам как бы Здесь уже такая большая комьюнити Русскоязычная Ну и еще, кто хотел Я могу по-английски Я думаю, что моя функция состоит в том, чтобы Тем, кто вас еще не знает Показать, ребятам, у вас сколько подписчиков? У нас 4000 Ну, значит, вот У нас видео не смотрят там все 70 тысяч подписчиков Ну, может быть, 5-6-7 тысяч посмотрят 8 там до конца года Ну, сколько-то посмотрят Узнают, что есть там такой человек И такой я вот уже А вы скажите, а вы видели наши видео какие-нибудь интересные? Вы знаете, что? Я специально не хожу смотреть Но я иногда Понятно Когда делаю поиски всякие Я натыкаюсь Я на самом деле контролирую позиционирование наших видео По каким-то категориям Поисковым И поэтому Конечно, вы заметны То есть Мим вас не пройдешь То есть Не сказать А, это какие-то люди Никогда не слышал Нет, такого нет Вы присутствует Я вам больше скажу Когда я бросил клич Что, ребята, советуете Вот Кого вы хотите посмотреть Да Или с кем интервью произвести На вас было очень много поинтеров То есть Среди ребят Которые нас смотрят Есть много таких Которые смотрят вас То есть У нас На самом деле Большое пересечение в аудитории Знаете Поэтому С одной стороны Рыбак рыбака Как бы Видит издалека А с другой стороны Смотрю так Когда Флорида, Ялта Вы там поддерживали ее Что-то Получается Вроде как Вроде как Поддерживаются блогеры А с другой стороны Понимаем Что все-таки Аудитория-то одна Конкуренция Время-то у всех 24 часа Не могут всех посмотреть Не могут Но тут Понимаете Как история Значит У нас С Людмилой Я считаю Очень разная аудитория То есть Во-первых У нее больше Значительно Во-вторых Они у нее Гораздо более Такие Как сказать Они Они Да Смотрят Она выпустила Видит Неделю прошла Там 30 тысяч Посмотрю Я думаю Мне такого Не снилось И Наташа Квик У нее тоже Очень много Смотрят И Вот я смотрю Там 15 тысяч Подписчиков Видео вышло 10 тысяч За 3 дня Посмотрели Это очень Интересные цифры Абсолютно Я близко Даже такого Не вижу У себя Поэтому Я не вижу Пересечения Мы всегда Корректировочку Смотрим На Социал Плейт Заходим И смотрим Сколько Денег Тут еще Я еще Из России Не так уж Много Зарабатывают Там 300-400 Максимум А вот Американцы Они как-то По 2 миллиона Могут Зарабатывать Это Трафик Нужен Большой На Россию Я вот Рассказывал Недавно Мы с Олей Брукман Когда разговаривали Пару дней назад Я сказал Что Моя статистика Такая Что Видео Которое У меня На английском Учебное Там Учебное Там У меня 3 доллара Примерно С тысячи Просмотров Там Больше А здесь Вот Где-то У меня Сейчас Центов 60 Еще Рубль Просел Ну Так Было Может быть Рубль Был бы А так Где-то 60 Центов С тысячи Просмотров Поэтому Весь Наш Этот Силикон Валы Бойс Это Примерно Сейчас Долларов 500 Примерно В месяц Все Что Там Есть Мне Пофигу Не То Что Я Как-то На Пенсию С Проверяем О 60 Подписчиков Прибавилось Ну Вообще Идем В ресторан У меня Последние Знаете Как Вот Как Лотерея Отыгралась В начале Мая Резко Упал И Трафик И Подписка Скажем Если Раньше У меня Было Три Если Б Я Извиняюсь Какие-то Части Тела Показывал Аппетитные Или Даже Не знаю Что Там Бьюти Блогеры Я думаю Может У них Нет Летнего Спада Девчонки Они Хорошенькие Такие И У них Своя Аудитория Я Не думаю Что Те Кто Бьюти Блогеров Смотрят Смотрят Нас Там Совершенно Разное Ну В любом Сучи Я Как Представитель Творческой Профессии Я Почему Уверен Что Ютьюб Это За ним Будущее Это Как Московский Зам Не верит Когда он Говорит Телевидение За Этим Будущем Я Подумал Когда Вы Рассказывали Про Ваше Актерское И так Далее Преподавание Я Подумал Что Вы На самом Деле Могли Это Наверное Как-то Специализироваться Вряд ли Из Общих Соображений Надо Уйти Немножко Вглубь Но Вы Могли Бы Делать То Самое Для Ютьюба Вы Могли Бы Сказать Я В принципе Сделал Просто 200 Уроков И Ну Кто Там Смотрит 5000 Просмотров Как Правильно Плакать Или Правильно Смеяться Не Не Подождите Плакать Это Уже Актерское А Вот Есть Простой Человек Вася Пупкин Вася Пупкин Хочет Сделать Блог И У Вася Пупкина Есть Во первых Элементарные Вещи Связанные С тем Что Он Не Владеет Фишками Камеры Что Он Не Знает Какую Камеру У Него Нет Что Ему Сзади Критикуют Я В офисе Сижу Сапожник Без Сапожник Я Заказал Задник Заказал Дизайн Мне Потом Его Изготовят Я Поставлю Задник Задник Все Будет Скромненько Я Дальше Какие Интересны Что Можно Себя Позволить На Экране Что Нельзя Себя Позволить На Экране То же Самое Актерское Но На Примитивном Уровне Я Однажды Написал Видео О том Как Интервью Проходить И Так Был Доволен Собой Супер Супер И Ребята Хвалят Что Там Еще Народ Пишет У Кого Много Отзывов Я Читаю Мама А он Говорит Там Надо Не Опаздывать Руки Помыть Надо Зайти В туалет Руки Помыть Рукопожатие Крепкое Смотрим В Глаза Значит И Там Пишет Ему Дюд Ю Сей Сей Лай И Вот Простенько Понимаете Простенько Это Тоже Востребовано Поэтому Если Допустим У вас Будет Миллион Человек Подписчиков Которые Смотрят Как Делать Видеоблоги Из них Может Будет Сто Тысяч Которые Заинтересуются Актерским И Может Быть Там Тридцать Тысяч Которые Тонко Заинтересуются Актерским Где Вы Будете Каждый День Входить В Виртуальный Класс И Балдеть С этого Дела Может Это Я Не знаю Но Это Столько Время Занимает Конечно Это Как О Да О Да Другой Мир Понимаете Это Совершенно Наши родители Этого Не знали Наши дети Они там У меня Внуки С детства На ютюбе Доступна Только в университетах Профессора Из уст Луста Передавали Как Что Скрывали Информацию Скрывали Я накопал Сейчас Делиться Буду Что ли Профессионалы Они держали В себе Иди Вот Чтоб Тебя Научили Да Другой Мир Слушайте А ваши Детки Они Какого Возраста Три Девять Одиннадцать И двенадцать Вот Которые Одиннадцать Двенадцать Они Вот Как бы Им Нравится Аделя Которая Девочка Двенадцать Лет Она Уже Говорит Все Первый Месяц Посравнивали Первый Месяц С иммигрантами Были Все Забудьте Теперь Мы Американцы Что Вы Уже С Ну Она Уже Совершенно Нормальна Говорит Сейчас Лето Она По Английски Уже Скучает По-русски Говорит Им Проще На английском Перестраиваться Как-то Ну Читать Особенно У меня Дочь Поступала Ну Это Мы Приехали И было Одиннадцать Ну Где-то Там В Семнадцать Восемнадцать Она Поступает В Беркли Она Поступала На Журналистику И Я Говорю Послушай Говорю Так Я Просто Любопытствую Не то Что Но Вот Я Говорю А На Жизнь Ты Чем Будешь Зарабатывать После Окончания И Она У меня Говорит Это Вот Вы Первое Поколение Иммигрантов Вы Только Вот И Думаете Там Бабло Вам Туда Сюда Там Деньги А Мы Будущие Америки Мы Не Такие Вот Сколько Лет Она Говорила Ну Лет Восемнадцать А Потом Начинаем Семнадцать Восемнадцать Потом Уже Она Когда Заканчивала Бакалавра Она Перекинулась На Историю Она Заканчивала По Истории И Я Говорю Ну А Все Таки Работать Ты Кем Будешь Она Говорит Ну Я Думаю Может Веб Дизайнером Пойду Она Компьютерная Образованная Была Девушка Кончилась Тем Что Она Стала Адвокатом И Лос Закончила Но Просто Я К Завтра Уже Скажите Куда Положить Вот Я Не знаю Я Как Бог Дал Дитя Бог Даст На Дитя Когда Я Интервью Проходил Я Говорю Хочу Мира Во Всем Мир Мне Говорят Дурак Надо Деньги Дом Машину Вот Тогда Будешь Уважаемым Человеком Мне Сейчас Кажется Когда Маркетолог Филип Котлер Американец Уже Говорит Что Основа Экономики Любой страны Это Творческие Люди Когда Когда Это Я Начинаю Понимать Когда Я Начинаю Некоторую Религию На Станиславскую Систему Создавать Когда Это Получается Что Я Вижу Очевидность Глупость Правительства Российского Которые Видят Что Театр Не Приносит Деньги Сокращаем Университет Не Приносит Сокращаем Гру Говоря Откуда Идеи Черпать Контакт С миром Идеи Через Искусство Возможно Я Помню Какой-то Читал Обзор Кто-то Собирал Статистику Что В жизни Важно И Вот Материальные Благо Были На Пятом Месте Это В Америке То есть Впереди Там Были Я Не Помню Последовательность Но Там Были Семейные Ценности Здоровье Там Мир Во Всем Мире Даже Пирамида Маслоу Где Реализация Внизу Даже Перевернуть Что Сначала Реализуйся А потом Думай Самозащитить Ну Это Как Версия В общем Я Как Человек Переворачиваю Конечно Я Я Как Человек Ну Немножко Тоже Творческий Я Я Слышал Как Вы Поете На Гитаре Но Все равно Я Слышу Как Вы Часто О Деньгах Говорите О Деньгах Я Почему Говорю О Деньгах Потому Что Я За Свободу Я Ж Моисей Я Веду Людей К Свободе Манной Небесной У нас Есть Средства Поддержать Но Дело Не В Дело В Том Что Человек Не Может Быть Счастливым Если Свободы Деньги Не Сделают Счастливым Но Без Денег То Он Кто То Есть У Него Нет Свободы Если У Него Нет Свободы Деньги Дают Свободу Не Больше Того Но Новый Иммигрант Я Почему Говорю Про Деньги Потому Что Я Когда Слышу Завиральные Истории Вот Он У Него Вот Это У Него Вот То Это Сейчас Меньше Стало А Вот Когда Мы Приехали В Наш Поколение Ой Господи Боже Мой Они Такие Там Все Были Идейные Они Были Не Колбасные А На Хлеб С Маслом Не Зарабатывают Я Про Икру Вообще Не Говорю И На Велфере Сидит Это Все Сидели На Велфере Массово Это Вся Толпа На Велфере Сидела Работы Не Было Кризис Рецессия И Вот И Вот Это У Него Там Идеи Высокие Да Ты На Кусок Хлеба С Маслом Заработай Идеи Когда Идеи Используют Для Чтобы Не Заработать Чтобы Обосновать Почему Ты Не Зарабатываешь Я Не Буду Вот По Найму Я Бизнес Буду Делать Бизнес Это Как Украсть Чего Нибудь Что Такой Бизнес Купить Дешевле Продать Дороже Это Бизнес Поэтому Я Я Я Я Сознательно Сознательно Материален А Это Вот Это Интересно Я Как Б На Кусок Хлеба Заработай Философствовать Будешь А Чего Философствовать Ближайшие Два Года Я Понимаю Что Очень Тяжелый Период Особенно Когда Сейчас Учиться Пойду Жена В Аэрофлоте Работала На лето Сейчас Решили Ну Давай Увольняйся Никаких Сейчас На пособие Не хочется Совершенно Потому Что Это Ну Такая Путь Хотя Кто-то Говорит Вы Садитесь На пособие Да Сидите С утра Есть Советчики И Получается Что У нас Были Некоторые Критичные Моменты Когда Вообще Думаю Ну Все Ну Возвращайся Но Всегда Есть Друзья Которых Занять Можно Всегда Я Представляете Как Еду С тещей На машине Машина Уже Ломается Крайслер У нас Был И Уже Ну Жена Дергает Ну На что Жить Мы Будем В следующем Месяце Как Чего Теща Спрашиваешь Что С машиной Будешь Делать Я Уже Месяц Откладывал Я Говорю Ну Что Ни Придумаю В этот Момент У меня Сзади Машина Врезается И Пол Машины В смятку Я Поперло Поперло Да Я Представляете В блоге Я Это Не Включил Конечно Я Песни Пел Понимаете Когда Все Живы Здоровы Машина Будет Новая Страховка И Видите Как Это Объяснить И Как Это Может Сработать В других Случаях Эмигрантских Я Не Знаю Поэтому Мы Стараемся О себе Рассказывать И Понимаем Что Многие Вещи Мы Сняли Удачный Ролик Чего Нельзя Категорически Делать Типа Машину Большим Расходом Топлива Брать И Таком Духе Но Как Мне Так Интересно Пишут А Как Это А Где Лучше Мы Не Знаем Говорим Мы Не Знаем Я Тоже Мало Чего Знаю Из Того Что Новичку Надо Скажите Где Лучше Вот Это Мы Собираемся Через Год Приехать Сколько Машин Нам Лучше Выбрать Какую Марку Для Солидности Это Я Причем Много Таких Людей Кто Еще Не Это Но На Холодильник Хотят Машину Повесить Нет Они Хотят Сразу Приехать Купить Дом Вот Очень Много Таких Которые Куда Поехать Где Купить Дом Чтобы Сначала Не Тратиться На Рент Вот Очень Много Таких Мыслей Меня Пугают Но Нет Когда Человек На Пенсии И Он Едет Работать Не Собирается Конечно Приезжай Купи Дом Живи На Здоровье Но Если Ты Работать Хочешь И Тебе Дом Не Просто Дом Тебе Там Где Работа Есть Чтобы Зарабатывать И В общем Как Ты Немножко Иногда Смотришь Думаешь Что-то У нее Телега Впереди Лошади Но С другой Стороны Я думаю Хорошо Что Люди Думают Ищут Информацию Потихонечку У них Это Все Устаканивается Люди Говорят Приехали Благодаря Блогерам Вообще Мы Совершенно Подготовлены Как будто Здесь Были Очень Многие Повторяем Я Даже Вот Смотрели Какие-то Видеоблоги Ну Что-то Я думаю Ну Что Смотреть Ну Как Это Все Узкая Специфика Ну Понятно Что Сколько Стоит Ну Что Надо Знать Сколько Стоит Жилье И Ну Буквально Два Раза Больше Денег На Месяц Рассчитывать И Все И Сколько Уже Протянешь Когда Работу Найдешь На Месяц Ориентироваться В студии Занятия Снимал Аренду Платил И Никто Не приходил Когда Один Платил Это Конечно Пройдет Но Я смотрю Насколько Ужасный Английский Язык У меня Насколько Я Как Даже Не Таджик На стройке А Даже Хуже Получается А в тот Момент Я Себе Понимал Что Я Вообще В порядке Через 5 лет Буду Смотреть Тоже Понимать Вот Наглый С Хочешь Так Что Сейчас Я Все Упражнения На Ла Ра Я Думаю Я Помню Что У нас Настолько Были Мозги На Бекрень Когда Мы Приехали Если Б Я Тогда Записал Что И Сейчас Посмотрел Мне Было Было Стыдно Я Б Уберите Это Пожалуйста У Кого Есть Копия Уберите Не Не Надо У У Нас Есть Приятель Композитор Он Я Я Боюсь Собрать Про Кого Он Рассказывал Ну Условно Скажем Шостакович Вот И Вот Значит Он Там Отыграет Концерт И Раз Из Зала Убегает Сразу Ему Говорят А Что Ты Убежал Стыдно Вот Ну Вот Я Не Помню Кто Конкретно Это Был Да Вот Поэтому Стыдно Невозможно Больше Того Я Три С Половиной Год Назад За Пару Недель Написал Такой Мемуар То Я Писал Его Дольше Но За Пару Дель Почти Все Написал Вот На Форуме Говорим Про ЕС Он Висит И Значит Я Сейчас Уже Начал Рукопись Готовить Она Скоро Скоро Пойдет В Тираж И Я Начал Вычитывать Редактировать Как То Все Это Приводить И Мне Где То Стыдно Где Это Не Моя Речь Это Не Мой Язык Я Нельзя Говорить Дело Не В Этому Я Так Не Говорю Уже Три Года Прошло У Меня Речь Изменилась Это Какое Не Естественное Состояние Вот Я Читаю Думаю Неужели Я Мог Это Что Я Так Написал И Редактор Там Правит И В Конечно По Отношению К Видеоблогу И Я Знаю Моя У Моя Цель Впереди А То Что Делаю Все Отношусь Как Роман Григорьевич Виктюк Спектаклем Выпустил Все Ребенок Родился Пусть Растет Подписано Так С плеч Да 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 И Все Это Как Был Народ Упущено Все Пусть Разбирайтесь Ну Вы Вряд Ли Видео Пересматриваете Вы Знаете Что Иногда Бегло Я Смотрю Какие-то Комментарии Знаете Думаешь Два Года Назад Делал А Продолжают Комментировать И Например У меня Есть Видео Про Зону Комфорта И Я Думаю Что Там До сих Пор Отзывается Трафик Большой И Я Пошел Просто По-русски Написал Зона Комфорта Ну Думаю Ну Кто Там Еще А Я Первый Первый Там После Меня У меня Уже Давгань Там Еще Какие-то Люди Которые Может быть Есть Даже Больше Чего Сказать Но Я Думаю Боже А Что Я Им Сказал Такое Я Понимаю Что Соотношение Лайков Дислайков Что Что Там Такое Я Полчаса Видео Я Полчаса Его Смотрел И Думаю Черт Вот Это Не Сказал Это Не Сказал Это Не Сказал Думаю А Вот У меня Жена Два Года Она Хоть и Журналист Но Все Равно У нее Такого Опыта На Камеру Небольшой Актерский Но Она Так Втянулась Смотрю Сейчас Уже Играть Начинает Так Интересно Осваивается Все Два Года Сниматься Нет Но Журналист Она Может Говорить Ну Конечно Нет Конечно Но У вас Нет Такого Что Я Смотрю И Форида Ялта И У нас Такое Появляется К сожалению Не знаю Это Как Пастернак Говорил Если Я Буду Пасти Стада Скажи Мне Я Закончу Тудию Нет У вас Такого Что Хочется Еще Глубже Не Только Об Эмиграции А Вообще Как Жить Надо Научить Всех Или Такого У меня Любит Аудитория Философские Разговоры Плюс Я Еще Иногда Люблю Но У меня Нет Много Времени Но Я могу Там Раз Месяц Послушать Есть Такой Он Не Онлайн Равин Но Он В Записях Существует И Я Так Иногда Послушаю Полтора Часа И У меня Так Резонирует Я Еще По Эзотерике Уроки Беру И Вот Он Процентов На 75 Вот Наш Гриша Эзотерик Говорит То же Самое Что Этот Равин То Они Так Как Пересекаются Очень Сильно Там И Прямо Меня Распирает И Я Могу После Это Там Несколько Видео Написать Потому Что Меня Тут Зацепило Там Зацепило Еще Где-то Зацепило И Ну Успех Успех Это Большая Тема И Я Поскольку Вижу Каждый День Людей Которые Чего-то Достигают Людей Которые Борются За Достижения Людей Которые С самого Начала Было Понятно Что Так Нельзя И Но Это С Опытом С Возрастом И Так Дальше Поэтому Тема Успеха Тема Как бы Сказать Ну Вот По Жизни Очень Много Перед Глазами Проходит И Я Иногда Знаете Чувствую Такое Библейское В себе То Я Думаю Это Мы С Пацанами Там Написали Ну И Когда Столько История История Этого История Этого История Этого И У меня Каждый День Такие Маленькие Истории Вот Я Чет Такой Параллель Когда Ты Смотришь У тебя Начинаются Обобщения Какие-то И У меня Много Обобщений В голове Но Я И Специально Не Делаю Возникает Тема Какая-то Вот Бросили Камень Вопрос Задали Бах И Что-то Такое И Он Становится Таким Источником Кристаллизации И Бах Туда И Сел За руль Едешь И Болешь Я пытался Вначале Записывал Но Оно Было Менее Естественным Я Чувствовал Себя Более Скованным Вроде Как Ты Уже Обязан Чему-то Следовать А Ты Не Очень Помнишь Значит Ты Должен Подсмотреть Ой Не Я Чисто На Импровизации Я Не Могу Я Даже Урок Так Веду У Я Я Не Готовлюсь К Уроку В том Смысле Как В Теории Надо Было Готовиться К Уроку Но Получается Так Когда Начинающий Учитель Пишет 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 Когда Опытный Он Уже Не Пишет Руки Оторвались От клавиатуры Он Уже В свободном Полете Поэтому Я Тоже Я Не Могу Если Я Начну Что-то Писать Или Ставить Оно Меня Сковывать Будет Если Я Был Профессиональным Я Был Отыгрывал Сверхзадач Сквозное Действие Понеслось Я Так Не Могу Знаете Как Поручик Это Вы Сейчас Так Прекрасно Играли Шопена Да Бог С вами Ротмистер Это Я Фигачу По клавишам Что Нам Взбридит У нас Во всяком Случа У нас Есть Иногда Когда Руки Опускаются Вот Есть Американский Аналог Нашего Видеоблога Семейный Ну Точнее Мы Скорее Аналог Это Шайтар У них Семья Пять Детей Или шесть Уже Они Роды Показывали Поэтому По Миллион Они По 20 Тысяч Долларов День И Получается Что Мы Так Иногда Руки Опускаются Раз Посмотрели Вдохновились Думаем Людям Интересно Лайки Ставят И Почему Нет Просто Детей Показывать И Как Веселяться Здесь В Лос-Анджелес Сама Благодать Снимать На улице Интересно Конечно Детки Интересно Вот И Получается А у Вас Как У вас Получается Нет Что Называется Над Вами Куда Вы Можете Всегда Рефрен Такого Нет Как Это Не Рефрен А Референс Куда Вы Можете Посмотреть Если Вы Потеряли Камертон У Вас Есть Так Или Понимаете Как У Меня Есть Режим Акына То Что Вижу То Пою То Я Могу Допустим Вижу Там Помойка Это Американская Помойка Вот Тут Крышка Вот Тут Написано Стекло Не кидать А Вот Пакетик Весь Вот Пакетик А этот Пакетик Чтобы Собирать Какашки Значит Вот И люди Неужели Собирают Да Кроме Того У меня Есть Всегда Отступные В Виде Опен Хауз У Нас Люди Любят Смотреть Опен Хауз Так Ну Злоупотреблять Мы Тоже Не Хотим Но Это В общем Популярная Тема Стройка У Нас Есть Значит Вот Все Любят Смотреть Стройку Тут Дают Стройка Это Популярная Тема Дают Тебе Советы По Цементу По Гвоздям По Эстетике По Забору По Переноске Грунта По Зеленым Насаждениям Страшное Дело Как вы Справляетесь У нас 5000 4000 Подписчиков И там Уже Сложно Ответить На Все Сообщения И даже Не успеваем Блокировать У Меня Нехорошие Слова Все записаны В нужное Место И Оно Сразу Уходит На Модерацию С Такими Словами Поэтому У меня Некоторые Блогеры Просят Прислать Копию Слов Вот Поэтому Оно Серьезно Обличает Но На самом Деле Что Получается Когда Ты Надежно Блокируешь И Удаляешь То У них Теряется Интерес В том Чтобы Это Дальше Делать Поэтому Если Однажды Место Выдержало Себя Как Чистое Его Очень Легко Поддерживать Практически Толерантность Проявляешь Какую Слабину Там Или Что То Вот Тогда Ты Получишь На Всю Катушку Поэтому У нас Очень Жестко Я Как Сказать Я Не могу Сказать Что Очень Высокий Такой Стандарт В этом Деле Но Я Не Не Люблю Когда Людям Настроение Портит Вот Никто Не Пришел Чтобы Ему Испортили Настроение Или Словом Нехорошим Или Мыслями Грязными Понимаете Ну Зачем Это Все И так Все Загажено Вокруг Разве Есть Что Осталось Незагажено Пойди Туда Еще Десять Назад Только Интернет Вообще Входил В жизни Десять Назад Я Помню Комментировал Все Подряд Как Это Под Своим Именем Мне Казалось Что Это Отдельный Человек Другой Человек Не Я Это Моя Виртуальная Потом Ссорился Все Это Несерьезно Сейчас Я Понимаю Что Конечно Это Моя Я Сам В интернете Представлен И Это Все Мои Мысли Ну Если Человек Именно Актерствует То Может Он Может Как Профессионально Себя Лично Отделить От Образа А Нормальный Человек Так Не Может Они Почему Это Они Пишут Анонимно Анонимно Он Уже Это Не Он Он Теперь Чего Хочешь Может Понимаете Поэтому И До Криминала Доходит И До Таких Вещей Чудовищных Что Он Думает Что Его Там Не Найдут Или Что Такое Поэтому Ужас Что Творится Что То Недоработано В Этой Системе Вот Есть Места Где Ты Не Можешь Написать Без Того Чтобы Ты Ну Идентификацию Прошел Если Там Должна Твоя Фотография Твое И Там Где Можно Вот Так Скрылся Там Назвался Биллом Клинтоном Поставил Фотографию Гитлера Там И Вперед Так А Как это Подплатный Подписчиков Не хотели Сделать Так Устранило Бо Все Негативные Комментарии Ну Мне Это Зачем Я Я же Не Зарабатываю На Этом Мне Мне Существенно Чтобы Было Больше Народа Вот Я Например Эту Книжку Мне Это Собрать Это Редактировать И Время И Деньги И Так Далее Но Я Может Напечатаю 500 Экземпляров И Буду Раздавать Кому С Подписью Но Существенно Что Я Повешиваю В сети И Она Будет Висеть И Вот Сейчас На Форуме Говорим Про ЕС Там Миллион Двести Тысяч Просмотров Значит Поэтому Пусть Читает Миллион Пусть Читает 2 миллиона Читает 5 миллионов Мне Не надо Денег С этого Дел Я Слава Богу Самодостаточный Это Не то Что Мне Это Как-то Важно Для Чего Но Мне Важно Чтоб Читали Я Для Этого Писал Вы Тоже Хотите Чтоб Вас Смотрели Причем Еще Кстати Когда Десять Тысяч Подписчиков Будет Можно Пользоваться YouTube Space В Лос-Ан-джелсе Я Не знаю Green Screen Большую Помнату Бесплатно Получается Использовать Один раз В месяц А монтажные Цеха Можно Использовать Круглосуточно Не слыхал Ничего Такого Это YouTube Space Они регулярно Проводятся Мероприятия И У кого Есть Больше Десяти тысяч Подписчиков Там Определенное Можно У кого Сто тысяч Подписчиков Можно Еще Больше Когда Миллион Подписчиков Можно Там Ночевать Бесплатно Они Так Поддерживают У нас Тут Рядом Есть Много Space Наверняка Есть Вот Надо Быть YouTube Space Прямо Так Называется Я так Удивлен Был Что На Тусовке Бесплатно Там Даже Кормили Не так Много Людей Кажется Что Набирает Обороты Ну Хорошо Давайте Вот Что Сделаем У меня Уже Тут Время Подходит Надо Домой Драпать Давайте Мы Спасибо Что Мы Так Долго Пообщались Мы Так Часок Я смотрю 54 минуты 55 Значит Мы Вряд ли Досмотрят До этого Момента Вы Не Представляете Вы Не Представляете Есть Люди Смотрят Хорошо Значит По Моей Статистике Процентов 25-30 Доходит До Конца Ну Зависит От Сюжета Там Да Но Во всяком Случа Нас Много Народ Досмотрят До Конца Давайте Мы Скажем Спасибо Что Досмотрели Спасибо Просто Я Спасибо Вот И Подписывайтесь И Комментируйте Семейный Видеоблог Из Лос-Анджелеса Я ссылочку дам А вы Знаете Что Вы мне Чтоб я Не искал Вы мне Та сбросьте В скайпе Ладно Вот Я ссылочку Дам И мы Тогда С ребятами Попрощаемся И до Новых Встреч Может Вы Еще К нам Физически Доберете Или Мы Будем В Лос-Анджелес Тоже Зайдем Хорошо Я По-новому Открыл Хорошо Счастливо Продолжение следует